Ульяновские учёные провели научную конференцию. Изобретатели, инженеры и ректоры университетов обсудили современные тенденции в разработках. Анна Ракову учится на третьем курсе Аграрной Академии. Студентка совмещает учёбу с научно-просветительской деятельностью. Она вместе с одногруппниками посещает школы. Команда начинающих учёных проводит мастер-классы для подрастающего поколения. Мы приезжаем к ребятам, рассказываем им, что такое изобретательство, что такое изобретательство, что такое патенты и подобные тематики. То есть отвечаем на их вопросы и играем с ними в игры. Это квизы различные, мы выходим с формулой изобретения, с готовой формулой. То есть они читают, именно это научно-технический язык. То есть там не просто так написано. То есть это обычная вещь, написана, рассказана научно-техническим языком. Пообщался с учёными депутат Государственной Думы Владимир Кононов. Политик считает, что в науку стоит вкладывать больше денег. Подписан указ буквально недавно о десятилетии науки и технологий в России, который предполагает усиление финансирования для инноваций, научных изобретений, в том числе и научных открытий для учёных и, конечно, для изобретателей. Поэтому я думаю, что с учётом сложившейся очень сложной политической, экономической ситуации, вот этих жёстких санкций, которые недружественные нам страны выкатили, вот, разворот будет на внутренние ресурсы. Несмотря на то, что международная кооперация учёных приостановлена, российская наука будет жить, уверен Кононов. Потому что в условиях железного занавеса деньги, как правило, тратятся внутри страны, а не за её пределами. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.